Можно сказать, что жильцам дома номер 44 по улице Сахарова еще повезло. После семи лет судебных тяж, митингов и акций протеста их жилье достроили, сдали в эксплуатацию и разрешили заселяться. Но получить документы на свои квартиры и прописаться на жилищной площади одесситы не могут. Жалуются на городскую регистрационную службу. Десять человек пришли сюда с одинаковым пакетом строительных документов, одинаково удостоверенный, точно оболтили одинаковые пошлины, встали в одну очередь. Два человека получили задоволенное, остальным дали видмову. На каком основании с одинаковым пакетом строительных документов так произошло? Жильцы утверждают, всему виной коррупция. Дескать, регистраторы намекают, надо ждать. Нам говорили, что соберете 10 человек по 250 долларов, 50 человек по 150 долларов, кто-то ходит по одному – 400 долларов. И будет вам счастье. Возмущенные одесситы протестовали сегодня у здания регистрационной службы. В присутствии нашей съемочной группы начальник службы Кирилл Швец пообещал в скором времени разобраться в проблеме. Завтра на 11.30 инициативная группа, я надеюсь, с вашим телеканалом, а возможно, еще с другими телеканалами города Одесса, придут. И поверьте, что мы в этой ситуации разберемся, расставим все точки над «две». После того, как проблема получила публичную огласку, возможно, выдадут документы без взятки, надеются инвесторы. В противном случае обещают вновь перекрывать одесские дороги. Для тех, кто называет себя бомжами по неволе, такой метод борьбы с произволом чиновников не впервой. Максим Шпат, Андрей Лысенко, Новая Одесса.